Медведи проснулись. Следы хищника обнаружены в районе КБЖД. Маршрут пока не закрыт, но под пристальным вниманием специалистов. От пяти до трех лет за незаконное золото. Шесть жителей Бадайбо сами добывали драгоценный металл. Сумма ущерба 500 тысяч рублей. Выпил? Не садись за руль. Рейды проведут инспекторы ГИБДД в субботу и воскресенье. Массовые проверки пройдут в городах региона. Весна только началась, а в Прибайкальском национальном парке уже проснулись медведи. Об этом сообщили сотрудники Байкальского территориального лесничества. Следы хищника обнаружили в районе Кругобайкальской железной дороги 8 марта. Такая дата – абсолютный рекорд за 9 лет непрерывных наблюдений. До этого самый ранний выход из спячки фиксировали ближе к апрелю. Говорится в сообщении заповедного Прибайкаля. Маршрут не закрыт, но инспекторы уделяют ему особое внимание. Усилить контроль по уборке во дворах многоквартирных домов и межквартальных проездов Иркутска. Такое поручение дал мэр Руслан Болотов. Необходимо ежедневно проводить обход территории от жителей города. Ежедневно поступает много жалоб на качество уборки придомовых территорий. И теперь к другим темам. За многолетние труды и заслуги перед Отечеством. Губернатор Игорь Кобзев вручил госнаграды заслуженным деятелям Иркутской области в совершенно разных сферах. Их вклад в развитие сельского хозяйства, науки, медицины, спорта не остались без внимания Федерального центра и лично президента Владимира Путина. Иркутск был и остается всегда научным, образовательным, транспортным, духовным, культурным центром Российской Федерации. В этом, без сомнений, заслуга здесь всех присутствующих. С этих слов глава региона начинает церемонию чествования деятелей Иркутской области. Все эти люди в зале на протяжении многих лет трудятся во благородины. Александр Непомнящих сегодня не просто награждаемый за заслуги в области физики. Он юбиляр. И получить орден дружбы от президента страны в свои 80 крайне почетно. Признается, смущаясь перед публикой. На самом деле было удивительно, что вот в этот день, именно в день рождения, и не просто день рождения, а еще и юбилей, получение такой награды – это еще более высокая честь. Я думаю, что мы дальше будем продолжать те направления и развивать их, которые мы ведем. Научных деятелей ценят в России. К ним прислушиваются их открытия и исследования всегда находят отклик у властей бизнеса крупных корпораций. Молодых ученых поддерживают грантами и стипендиями. Привлекать новое поколение – одна из задач, которые перед собой ставят в СОРАН. В частности, в Институте земной коры, рассказывает обладатель ордена за заслуги перед Отечеством Дмитрий Гладкачук. Институту на следующий год исполняется 75 лет. Планы грандиозные. У нас создаются новые лаборатории. Набираем молодых ученых. Есть программа сельско-безопасность Иркутской области, по которой надо работать. Есть темы крупные по Кавыктинскому месторождению. Есть задачи по золоторудным объектам. Ну и готовить кадров в вузах для того, чтобы молодые ребята оставались в Иркутской области, работали здесь и могли здесь же реализоваться. Государство высоко ценит работу тех, кто ежедневно обеспечивает продовольственную безопасность страны. Один из таких – Андрей Коваль из Боханского района. Тракторист. Сегодня он стал заслуженным работником сельского хозяйства. Губернатор Игорь Кобзев передал ему награду от главы страны. Помощь детям с особенностями здоровья презентации Иркутской области на всероссийском и международном уровнях не могла быть незамечена. Фонд Тихомировых уже долгие годы работает в направлении адаптивного конного спорта и вывела приангария на лидирующие позиции не только в Сибири, но и от Урала до Дальнего Востока. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность директору фонда Ольге Тихомировой. Я сама очень счастливый человек, потому что я занимаюсь делом, которое одновременно является моим хобби. И у нас замечательная команда. И мы делаем все возможное, чтобы какие бы ни происходили внешние события вокруг, дети, люди, которые к нам приходят, которые нуждаются в реабилитации с помощью верховой езды, чтобы качество их жизни сохранялось, росло. 18 человек сегодня получили государственные награды из рук губернатора. Как он отметил, сейчас эти люди – лидеры общественного мнения и наставники каждой в своей области. Ваш энтузиазм, профессионализм, ну и, наверное, усердие, трудолюбие, целеустремленность, которые вы заряжаете всех остальных – это очень важное отличие, потому что вы не только ведете вперед, но и имеете место брать на себя ответственность за принятое решение. Это дорогого стоит. Мадина Харикова, Константин Синицын. Новости сейчас. Предприятие, на участке которого и вели незаконную добычу. За три месяца банда сумела похитить золото на сумму более 500 тысяч рублей. Преступники получили разные сроки – от пяти до трех лет колонии и условно. Пенсионерке из Шелиховой вернули 900 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам. Злоумышленники позвонили и убедили женщину в том, что ее дочь сбила ребенка. И теперь необходимо заплатить крупную сумму денег на операцию пострадавшему. Якобы в этом случае виновница избежит наказания. Под сильным психологическим давлением пенсионерка отправила деньги через курьера, но его успели задержать сотрудники уголовного розыска. Операцию провели перед 8 марта. Ваши денежные средства, целостности и сохранности. Хотим поздравить с наступающим 8 марта. Пожелать вам здоровья и чтобы вы больше никогда не попадались на уловки мошенникам. Большое вам спасибо. Из горящего дома полицейские вынесли мужчину в Иркутский экипаж ППС. Получил сообщение о пожаре в двухэтажном жилом здании. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции быстро приехали на место происшествия, отцепили территорию и помогали эвакуировать людей. Тем временем лучшие эксперты по расследованию пожаров работают в Иркутской области. Наша испытательная пожарная лаборатория уже несколько лет признается ведущей в стране. Сегодня в России отмечают 78 лет со дня создания этих подразделений. Эксперты выясняют место и причины возгорания, а также оценивают работоспособность пожарных сигнализаций. Автолюбителям приготовиться. Госавтоинспекция на предстоящие выходные анонсирует массовые проверки. В субботу и воскресенье проведут традиционные профилактические рейды «нетрезвый водитель». В случае установления признаков опьянения водители привлекут к ответственности в рамках административного или уголовного кодекса. Девять иркутских ресторанов получили шанс попасть в топ-10 в России. В ежегодный рейтинг лучших заведений независимой премии включили 555 кандидатов со всей страны. Попасть в этот список престижно. Профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса Тайным голосованием определяют лучших и 7 апреля объявят результаты. Ресторан-победитель наградят особым трофеем антикварной серебряной чашей для льда. Приз переходящий и в данный момент он находится в Москве. Песенные кладезь Кудинской долины презентовали в поселке Усть-Ардынске. В сборник вошли 25 песен. Это 15-й выпуск из цикла «Фольклор Иркутской области» и первое издание, авторами которыми стали фольклористы Ихерид-Булагатского района. Нина Михайловна Белобородова с трепетом вспоминает свою первую песню. Ее она записала у старожилой деревни. С собой у нее не было диктофона. Она просто записала текст, а после подобрала музыку на фортепиано и записала ноты. Нина Михайловна сохраняет песенное наследие уже почти 30 лет. По возможности и сейчас она старается выезжать в небольшие фольклорно-этнографические экспедиции. Проходил семинар, как раз областной Дом народного творчества проводил. И там кто-то из сотрудников сказал о том, что нужно петь свой местный материал, местный фольклор. Я когда оттуда приехала с этого семинара, я не помню, кто мне сказал, что за мостом там живет бабушка. Вот ты бы сходила бы к ней, послушала. Многие песни исчезают из памяти народа, пишет в предисловии к сборнику дочь Нины Белобородовой Виктория. Она принялась разбирать народные песни не только по нотам, а еще и перекладывать их на вокал для хоров. В сборнике она представила песни в двух вариантах – нотации оригинального исполнения и в переложении для двух- и трехголосного хора. В песенном кладезе собраны лирические, хороводные, солдатские песни, исторические и колыбельные. Песни рассказывали все свои события, печали и радости. Я бы сказала, что настроение здесь, конечно, больше такого грустного содержания, потому что жизнь была очень тяжелая для старожилов. Ну, во-первых, это Сибирь, это климат суровый. Во-вторых, здесь были такие события, связанные с гражданской войной. Мэр района Геннадия Садоев учился музыке у Нины Михайловны Белобородовой. Он вспоминает, что занятия проходили всегда интересно и увлекательно. А теперь повезло и ученикам Виктории Викторовны. На занятиях школьникам объясняют значение старинных слов, чтобы они смогли понять смысл и характер произведения. Показывают предметы быта и одежды, знакомят с движениями, которыми старожилы сопровождали свое пение. Работа оказалась очень глубокой, очень востребованной, очень нужной. И действительно, семья Белобородовых вносит вклад не только в наш район, не только в нашу Иркутскую область, а всюду в большую дружную Российскую Федерацию. Это история всех народов, это история всех нас вместе взяли. Дай бог, каждая девочка станет бабушкой, каждый мальчик станет дедушкой, они будут эти песни петь. Юлия Бархатова, Новости сейчас. В «Радуге звуков» дни открытых дверей. Только с 14 по 15 марта. Скидки на отдельные модели слуховых аппаратов до 30%. Запись по телефону в Иркутске 29 11 94. Льготная цена на лечение катаракты в центре зрения. Только в марте ваша выгода 6 тысяч рублей. А еще бесплатные анализы и доставка домой. Звоните в Иркутске 505 303 и в Ангарске 607 300. Покорители ледовых арен чествовали сегодня во дворце Байкал. Там награждали чемпионов конькобежцев, которые успешно завершили сезон триумфальным выступлением на чемпионате и первенстве России, а также международных соревнованиях Дети Азии. Какие подарки приготовили спортсменам, знает Александр Гаврилов. Это съедобно, это очень вкусно. Конец сезона, значит можно позволить себе немного сладкого. А эти торты с символикой школы Сипскана сделали специально для героев нашего спорта. Сегодня конькобежцев Иркутской области чествуют все работники ледового дворца Байкал, а также высокопоставленные гости. Достижению скороходов немало. 11 медалей только на детях Азии. Но были и другие, не менее серьезные старты. Например, первенство России. На нем отличилась Василиса Брюханова. Она взяла серебро в дисциплине масс-старт. Это самая непредсказуемая дистанция для всех спортсменов. Ее исход не может предсказать никто. И, наверное, поэтому это одна из моих самых любимых дистанций. И она мне запомнилась, конечно же. Алия Коковина взяла бронзу. А вместе с ней пять пятерок по физкультуре. Так ее наградил учитель за достижения на детях Азии. В командной гонке спортсменка бежала первой, тем самым задавая темп своим партнершам. У каждого своя задача. Моя задача была разогнать команду, чтобы следующие руки у них уже была более высокая скорость. Атмосфера очень классная. Мне понравилось. Все на высоком уровне. И отношение к нам было очень хорошее. Следующая цель – Олимпийские игры? Конечно. Всего иркутяне на детях Азии собрали пять золотых, две серебряных и четыре бронзовые награды. Это треть всех медалей в конькобежных состязаниях турнира. Таким достижением наши спортсмены помогли сборной Сибирского федерального округа занять первое место в общекомандном зачете. Ведь любой турнир – это состязание с самим собой. Это бой со своей психикой. Это тренировка своей воли. И вы показали, как успешно вы преодолели все эти трудности. Такой результат для Иркутска еще пару лет был немыслимым. Лишь с появлением ледовой арены Байкал конькобежцы теперь могут тренироваться круглый год. И уже в этом сезоне произошли все ожидания своих болельщиков. Равных им не было и на турнирах уровня СФО и России. Это только начало. Ни в коем случае почивать на лаврах здесь нельзя. У нас есть великолепные условия. У нас есть вот такой ледовой дворец. У нас есть финансовая поддержка нашей спортивной школы Сибирского федерального со стороны губернатора, со стороны законодательного собрания. То есть у нас есть все условия для того, чтобы Иркутск стал центром конькобежного спорта России через 2-3 года. Такую вот амбициозную задачу я как руководитель федерации поставил, как директор ледового дворца. И я надеюсь, что все вместе мы добьемся этой цели. Сезон почти завершился, но ледовый дворец Байкал примет еще несколько стартов. Это финалы Всероссийского первенства, запланированные на начало апреля. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. И я напоминаю, что это вся самая актуальная и важная информация. Она всегда доступна на нашем сайте аиств.ру и, конечно, на страницах телеканала, в социальных сетях. Подписывайтесь. Это все новости пятницы. Берегите себя и до встречи на Аисте, ведь мы работаем для вас. Субтитры подогнал «Симон»